В Российско-Армянском университете профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Борисов прочитал студентам лекцию о делении общества на бедных и богатых с точки зрения экономиста. Этот вопрос интересует всех. Несмотря на то, что мы все время, я имею ввиду экономисты, ученые, все время этим вопросом занимаются, но жизнь ставит все новые и новые вопросы, и мы все время отстаем, а мы пытаемся догнать, и все равно отстаем. Так что я призываю как можно больше студентов-экономистов заняться экономической теорией, чтобы обо всем этом думать. И я заметил, что они реагировали именно так, как я хотел, чтобы они реагировали. То есть я сделаю какую-то паузу, сделаю какой-то акцент, и сразу вижу, что они понимают, почему я эту паузу сделал, почему я сделал этот акцент. И это очень приятно, потому что сразу видно, что они понимали те хитрые конструкции логические, которые я строил, и они понимали, в чем замысел моей лекции, в чем замысел той или иной мысли. И это очень приятно. В лекции обсуждались основные результаты теоретических моделей роста, касающиеся распределения доходов и богатства в рыночной экономике. Богатство 1% людей превысило состояние остальных 99% человечества. То есть цифрово впечатляющее. Понятие бедности и богатства, оно, конечно, относительно. Так что мы вопрос даже не в том, являемся ли мы бедными и богатыми, а зачастую вопрос состоит в том, как мы себя чувствуем. Чувствуем ли мы себя бедными или богатыми. Эти модели показывают, что в долгосрочной перспективе население неизбежно распадается на два неравных класса. Некоторые потребители накапливают богатство и в конечном итоге владеют всем капиталом в экономике, в то время как другие используют свое богатство для текущего потребления. Можно утверждать, что деление на бедных и богатых является в некотором смысле имманентным свойством рыночной экономики.